Говорит о хадису Саадису Аль-Хамсун, хадис 56-й в этой книге. Ан-Абю Гурейр, это радия Аллаху Ану-Укаль. Приходит от Абу Гурейр, радия Аллаху Ану-Укаль, Расуль Аллаху Алисалям о том, что посланник Аллаху Алисаляма сказал «Салатур-Раджули фил-джама'ати, фуда афу аля салати и фибетии». Намаз, совершенный человеком в коллективе, приумножается над намазом, который совершен им же дома, во Фису-Ки или на рынке, хамсатан уа аширина ба'фан в 25 раз. А почему это? Потому что когда человек берет малое омовение должным образом, а потом выходит в мечеть, так что его не выводит из дома ничего, кроме намаза, он не совершает даже одного шага, кроме как его уровень перед Аллахом непременно повышается. И не совершает даже одного шага, кроме как с него, Всевнешний Аллаху Алисалям снимает один, грех. А если он завершит совершение намаза, то ангелы не перестают благословлять его, то есть не перестают делать за него дуа. Пока он находится в том месте, в котором он совершал намаз. Аллаху масалли алейх, Аллаху махфирля, Аллаху мархамху. Ангелы говорят за него, О Аллах благослови его, О Аллах прости ему, О Аллах помилуй его. И человек не перестает быть в постановлении, совершающего намаз, пока он ожидает этот намаз. Значит, если человек приходит, смотри, в мечеть приходит на совершение обязательного намаза, и, например, сидит, 10 минут ждет до якамы. Вот эти 10 минут, которые он сидит, ждет до якамы, ему записывается награда, такая, как будто бы он совершает намаз. Почему? Потому что не удерживает его на этом месте ничего, кроме того, что он ждет намаз. И то же самое наоборот. Когда он завершит совершение намаза, и сидит, например, делая зикар, в течение 5 минут или 10 минут, в течение этих 5-10 минут, ангелы продолжают делать на него благословение. Благословение ангелов, имеется в виду дуа за этого человека. И когда он встает со своего места, где он совершал намаз и уходит, ангелы перестают делать эту дуа, эту мольбу. Говорит Аль-Ма'н Али-Джмали. Какой вообще смысл этого хадиса? Этот хадис также указывает на предпочтение намаза, совершенного в коллективе над тем намазом, который совершен в одиночестве. Этот хадис указывает на то, что тот человек, который совершит намаз в коллективе, то его награда увеличивается многократно ему. А на сколько конкретно увеличится награда? В 25 раз. Почему? В хадисе Ибн-Омара указано 27 раз, а здесь 25 раз. И в этом вопросе есть у ученых разногласия и более правильное мнение, то, что 25 входит под 27. То есть, когда мы говорим 25, это не противоречит 27. То есть, если, например, у тебя в кармане тысячу реалов, и ты говоришь, у меня в кармане 500 реалов. То есть, ты этим самым не обманываешь, потому что у тебя в кармане в действительности есть 500 реалов. И твои эти слова, то, что у тебя в кармане 500 реалов, не указывают на то, что у тебя нет в кармане больше, чем 500 реалов. То же самое здесь. Указание на то, что награда этого человека в 25 раз больше, чем другого, не означает то, что награда не может быть больше, чем эта награда. Говорит, И этот хадис также указывает на то, что причина этого увеличения награды в чем? В том, что тот человек, который решил совершить намаз, и зато вабба, если он возьмет малое омовение, и возьмет это малое омовение у себя дома, то есть наилучшим образом, А потом выходит из своего дома с искренним намерением. Что значит искренним намерением? То есть, То есть, он не выходит из своего дома ни для какой цели, кроме как для совершения намаза в мечети. То результат этого деяния будет таким, что он не совершает даже один шаг, кроме как его уровень перед Аллахом повышается. И посредством этих шагов с него стираются грехи, то есть за каждый шаг смывается один грех. И если этот человек совершил намаз в коллективе, в мечети, то ангелы не перестают благословлять его, то есть делать за него дуа. И эти ангелы говорят в своей мольбе, А также из причин того, почему награда человеку за коллективный намаз больше, чем награда, за намаз, который он совершил в одиночестве, также из причин этого то, что человек часто приходит в мечети и ожидает икамы, то есть ожидает того времени, когда дадут икаму на намаз. Он получает во время своего ожидания такую же награду, как будто бы он стоит в намазе. Потому что его не удерживает в этом положении ничего, кроме того, что он ждет коллектив. Он ждет намаз в коллективе. То есть он может стать прочитать намаз, уйти домой или нет? Может так или нет? Время намаза зашло или нет? Время намаза зашло. Азан дали. Чего он ждет? Икамы ждет того, чтобы совершить намаз в коллективе. То есть посредством этого его награды увеличиваются перед Всевышним Аллахом. Говорит у Азии фаваат джисан. Ла ю тагавану фи тахси ла илля махруман маш'ум. Говорит, эти великие пользы и великая награда. И не будет относиться к этому легкомысленно никто, кроме человека, который лишен и который является дурным человеком. Ихталаф в улана. Каково разногласие у ученых в этом хадисе? Ихталаф в улана фи таламмус Говорит, ученые разошлись во мнениях, пытаясь собрать между двумя хадисами. Почему в одном хадисе сказано в 27 раз больше награды, а в другом в 25 раз? И все эти поиски ответа являются ничем иным, как лишь догадками и предположениями. Тахмин это догадка, зунун это предположение. То есть все их мнения, почему в одном хадисе 27 раз сказано, в другом в 25 раз больше сказано, все это является ничем иным, как предположениями и догадками, и на это нет никакого довода. И самый близкий ответ в этом вопросе, если мы скажем, если мы скажем, малое количество не противоречит большому количеству. То есть тот ответ, который мы озвучили ранее. Потому что тот мафхум, то, что понимается из числа, не имеется в виду, по более правильному мнению, из слов ученых усулюль-фиха. Поэтому меньше число, входит больше число. Как понять мафхумуль-адад? Есть, как известно, в шариате есть множество доводов. То есть, например, на данный вопрос есть довод из Курана. Говорят, есть довод из Сунны, есть довод из Таяса, есть довод из Ичма, есть довод из мафхума, есть довод из того и из того, и называют различные виды доводов. И известно в шариате то, что все эти доводы имеют разный уровень. То есть один довод сильнее, чем второй довод. Так вот, у ученых усулюль-фиха выделяется один из доводов, который называется мафхумуль-адад. Как понять мафхумуль-адад? То есть то, что понимается из числа. То есть если скажут 25, отсюда понимается, что не больше 25 и не меньше 25. Так вот, указывает шейх Абдулла Альбассам то, что у ученых усолюль фикха мафумул адад является доводом слабым, то есть который чаще всего не принимается во внимание. То есть, как мы сказали, если человек говорит, у меня в кармане тысяча реалов, так это не означает то, что в его кармане не может быть более тысячи реалов. Потому что то, что понимается из этой фразы, в которой указано число, оно не имеет довода и не имеет силу. То есть, когда тебе говорят, у меня в кармане тысяча реалов, что ты отсюда понимаешь? Ты отсюда понимаешь, что у тебя не больше, чем тысяча реалов. Так вот, вот это понимание является слабым шариат, и не принимается как довод чаще всего. То есть, в отличие от других видов мафума. То есть, если ты, например, говоришь, стакан наполовину полный водой, что ты отсюда понимаешь? Что стакан наполовину пустой, так или нет? То есть, понимается из слова, когда ты произносишь какую-то фразу, у него есть мантух и у него есть мафум. Мантух то, что понимается непосредственно, то, что берется непосредственно из своего слова. То, что стакан наполовину полный. А мафум это то, что понимается из твих слов. То есть ты это не произнес, но оно поднимается. То, что стакан наполовину пустой соответственно. Так вот, говорит мафум ладад, то, что понимается из произношения числа и его озвучивание, не несет силы в шариате. А если несет силу, то слабую. То есть сила этого довода слабая. Значит, то, что в хадисе Абу-Гуреры указано, что награда человека в 25 раз больше, а в хадисе и в 27, то никакого противоречия на самом деле в этом нет. И 25, как меньшее число, подпадает под большее число, под 27. Говорит Мавил Хазуминан хадис. Какие полезные моменты берутся из этого хадиса? Первый полезный момент. Указание на достоинство совершения намаза в коллективе в мечети и то, что награда за него многократно превышает намаз, совершенный в одиночестве. Говорит, и эта награда за коллектив достигается любым количеством людей, которые совершили этот намаз в коллективе, если это их количество можно назвать коллективом. И на самом деле, более правильное мнение из мнений ученых Уссу-Люль-Фех, то, что наименьшее джяма, то есть наименьшее множественное число, это 2 или 3, кто скажет? Наименьшее множественное число. То есть, когда говорят джяма, множественное число, 2 или 3? 2. Более правильное мнение, что 2. То есть, если два человека собрались, они уже называются джяма, они уже называются коллектив. То есть, если пришли два человека в мечеть и умульджума во время Зухра, то они могут совершить намаз джума или нет? Что скажут? Могут совершить. Один дает азан, второй дает худбу. И, соответственно, тот, который давал худбу, он же проводит намаз пятничный. Поэтому, из слов шейха Абдулла Аль-Басама, что понимается, если человек пришел в мечеть и не нашел в мечети никого, кроме такого же, как он, то есть второго человека, они совершили намаз вдвоем, то он получает награду в 27 раз больше, чем если бы он совершил намаз дома. Говорит, аля анна кафрат аля адат ада лихусуля зияда фисалаб. Вместе с тем, что мы говорим, что большее количество людей в джамаате несет большую причину для увеличения награды. То есть, возможно, так, что если ты пришел в мечеть, в которой 500 человек намаз совершают, то награды за это больше, чем если бы ты пришел в мечеть, в которой только 2 человека. Говорит, уазали калимара вау асхаба с сунан у Ахмад. Это из-за того хадиса, который передается у асхаба с сунан. Что за асхаба с сунан? Четыре. То есть, Абудаут Насая, Тирмиди ибн Маджи. И также имама Ахмада, мин хадис Убэй ибн Кааб. Со слов Убэй ибн Кааба о том, что пророк, салаллаху алисалям, сказал. Марфуан. Что значит марфуан? Марфуан. То есть, от пророка, салаллаху алисалям. Говорит, мин Анна, то, что пророк, салаллаху алисалям, сказал. То, что совершение намаза человеком вместе с другим человеком любимее для Аллаха, чем намаз совершенный одним человеком. То есть, намаз двоих любимее для Аллаха, чем намаз одного. А эти человек прочитают намаз еще с двумя, то есть уже сколько получится их вместе? Трое. Это говорит более любимый для Всевышнего Аллаха, чем если он совершит намаз одним. То есть намаз троих любимее для Аллаха, чем намаз двоих. Отсюда ты берешь с хадису Убаи ибн Кааба то, что чем больше людей присутствует на джима, тем этот намаз любимый для Всевышнего Аллаха. Второй полезный момент, который берется из этого хадиса. Указание на недостаток того намаза, который совершается в одиночестве, и то, что он отстает от достоинства от намаза, который совершен в коллективе. Третий полезный момент, указание на то, что совершение намаза в коллективе не является условием действительности намаза. То есть если человек без уважительной причины не пошел в мечеть и прочитал намаз в одиночестве дома, его намаз действительно или нет? Его намаз действительно, но он получает грех за то, что упустил джима. Почему? Потому что совершение намаза в коллективе для того, у кого нет уважительной причины, для иного является обязательным по более правильному мнению в этом вопросе. И вместе с тем, что мы говорим, что этот намаз действительный, но он сильно упускает награду за совершение намаза. Четвертый полезный момент. То, что все эти достоинства, которые указаны в этом хадисе, относительно того, что раф от дараджат, то есть положение человека и его уровень перед Всевышним Аллаху повышается, и то, что прощаются ему его грехи, и то, что ангелы делают за него дуа, все это следует только если человек выполнит все, что сказано в этом хадисе. А что конкретно? То есть возьмет должным образом малое омовение. А также если он выйдет из дома в сторону мечети с искренним намерением, только для совершения намаза в мечети. То награда, говорит, то есть награда накладывается только если человек совершит все эти дела. То есть если человек выходит из дома, взяв малое омовение недолжным образом, или не взяв малое омовение дома, и хочет взять малое омовение в мечети, или выходит из дома в мечеть не только для того, чтобы совершить намаз, а чтобы еще с кем-то увидеться, кому-то что-то передать, с кем-то о чем-то договориться, где-то что-то купить, то награды уже меньше, чем оговорена в этом хадисе. Говорит, поэтому, говорит, если человек упускает часть тех деяний, которые указаны в этом хадисе, то та награда, которая обещана в этом хадисе, уже человеку не полагается. То есть награды уже, соответственно, становится меньше. И последний, пятый момент, на который указано здесь, из этого хадиса, То есть тот, который ожидает намаза в мечети, что он получает награду такую же, как будто бы он совершает намаз в это время. На этом мы прочитали хадис 56-й, и из этой главы остается еще хадис 57-й. Его, иншаллах, зачитаем завтра. Субханакаллаху ма бихамдик. Ашаду, вон, не ла елла елла ента. Астагфираллаху аатубу и лей.